Три месяца вахты памяти на Баваненково. В Ямальском центре газодобычи появился свой исторический музей. Активный участник этого проекта Денис Суворов регулярно теперь проводит здесь экскурсии для вахтовиков и привлекает в ряды поисковиков новых участников. Экспозиция впечатлила и нашу съемочную группу. Обожженные стены, клубящийся дым и непрекращающиеся пулеметные очереди. Дыхание Великой Отечественной войны теперь чувствуется и на Баваненковском месторождении. По инициативе управления Ямалэнергогаз здесь открылся свой исторический музей. За несколько лет он вырос из небольшой экспозиции живых артефактов, привезенных работниками филиала из поисковой экспедиции вахта памяти. Первым экспозицию посетил генеральный директор компании «Газпромдобыча на дым». Без памяти нет ни будущего, ни настоящего, считает Сергей Меньшиков, а потому инициативу энергетиков всецело поддерживает. Дело в том, что именно массовый прием с учетом ввода объектов мы принимаем на работу. На это в основном наши дети получаются 95-97 года рождения, которые, может быть, к сожалению, не до конца знают исторические факты, ряда сражений, какие были, каким усилием были достигнуты этой победы. И то, что у нас существует поисковый отряд, которые люди-энтузиасты, наработники управления Ямалэнергогаз, я поддерживаю и благодарю им. Самая зрелищная часть экспозиции посвящена битве на Курской дуге, которая продолжалась 50 дней и ночей и стала переломной во Второй мировой войне. Это событие отражено в инсталляции, в которую гармонично встроена историческая диорама. Плотники, слесари, электрики, сварщики и даже дизайнер. Общими усилиями управлению Ямалэнергогаз удалось создать музей по всем современным стандартам и при этом всецело передать фронтовую атмосферу. В блиндаже уже дымится чайник, горит керосинка, разложена карта сражения. Такое впечатление, что еще совсем недавно здесь обсуждали план сражений. Здесь представлены стенды с героями, которые в свое время жили или родились на Ямале. Вот, например, Анатолий Михайлович Зверев, вы все знаете. Активный участник поискового движения Денис Суворов регулярно теперь проводит в музее экскурсии для вахтовиков и привлекает в ряды поисковиков новых участников. Война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат. Слова своего знаменитого тезки-полководца Суворов нашего времени воплощает в жизнь. Как говорят, фамилия обязывает. Не то, что фамилия, а у меня вообще в семье военных много. Все служили, ну вот, и у меня как бы это в крови, наверное, уже. Самая значимая часть музейной экспозиции – более 150 экспонатов, привезенных из поисковой экспедиции вахтопамяти. Это свидетели войны, от взгляда на которые мурашки бегут по коже и наворачиваются слезы. Стальные каски, гильзы, саперные лопатки, части гранаты даже боевых самолетов, а также ложки, котелки, карандаши и пуговицы. Очень интересно посмотреть на все предметы быта, которые в свою очередь пользовались наши солдаты, как оно все было обустроено. И поисковые работы обязательно нам нужны, ничто не забыто, память живет. При поддержке предприятия поисковый отряд «Феникс» занимается раскопками уже 4 года. Создатели экспозиции считают, что их находки должны видеть коллеги-вахтовики. Работа поисковиков заинтересовала многих. Всем огромное спасибо за это, что приняли участие в этом, можно сказать, дело всего управления. Многим нравится это, все понравилось. Сейчас еще будем расширяться, как-то еще добавлять что-то, еще привезем, еще материалы. В общем, планы есть, планы большие, планы амбициозные. Светлана Ложникова, Ярослава Кондрюкова, Сергей Черков. Телевидение общества «Газпромдобыча на 2».